Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Повышение пенсии до 18 300 рублей. Как передают РИА новости, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости. Для неработающих пенсионеров в ближайшие годы, в 2020 году, 16 400 рублей, почти 17 400 рублей в 2021, и 18 300 рублей в 2022 году, сказал он, ранее в среду, выступая на конференции общества всех возрастов. Дроздов сообщил, что начиная с 45 лет, россияне, каждые три года, будут получать от Пенсионного фонда России, информацию о перспективах будущей пенсии. Он пояснил, что такой возраст связан с тем, что у человека уже есть стаж, но в то же время, имеется достаточно возможности увеличить свои пенсионные права. На сегодня, уже 7 миллионов граждан, присоединились к добровольному пенсионному страхованию. Объем премии составляет триллион рублей, добавил глава Пенсионного фонда России. Как сообщала в сентябре, вице-премьер Татьяна Голикова, в текущем году, страховые пенсии проиндексировали выше инфляции, такой же подход будут применять и в будущем. Если после просмотра выпуска, у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте, мне понравилось. Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы на все вопросы по мере их поступления в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними. Мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи. Субтитры создавал DimaTorzok